В Кустанайской области после затяжных дождей набирает ход уборочная кампания. Сегодня в регионе обмолочено почти 600 тысяч гектаров посевов. 87% убранного зерна показывает хорошее качество и признано третьим классом. На какое урожай рассчитывают аграрии, расскажет наш корреспондент в регионе Айжан Утеова. В прошлом году пятая часть посевов в Кустанайской области находилась в плохом состоянии. В этом году посевная прошла при благоприятных условиях и аграрии надеялись на хороший урожай. Но июльская засуха вновь внесла коррективы в планы. Засуха в середине лета не могла не сказаться на состоянии посевов пшеницы. Крестьянское хозяйство Сагындыка и Сминтаева только приступает к уборке и оценивает урожайность. Здесь надеются собрать 8-10 центнеров с гектара. Определенно больше, чем было в критически засушливый прошлый год, но меньше, чем прогнозировали специалисты. В июле месяце у нас засуха прошла сильно для сформирования пшеницы, для налива пшеницы. Влаги не хватило, получается пшеница немного не в полноценном колосе у нас. На смену засухи в июле пришли затяжные дожди в августе и это скорректировало ход уборочной кампании в регионе. Сегодня по области обмолочено около 15% посевных площадей со средней урожайностью 9,4 центнера с гектара. Около 90% зерна хорошего качества. На сегодняшний день на хлебоприемные предприятия области поступило 51 тысяча тонн зерна. Это в основном пшеница и ячмень. Из этого поступившего зерна 87% пшеницы признано третьим классом. Также из данного объема поступившего зерна с влажностью до 14,5% поступило 66% зерна. При этом на весенние полевые и уборочные работы в регионе через аграрную кредитную корпорацию было выделено 22,5 миллиарда тенге. Это практически в два раза больше уровня прошлого года. Плюс 75 тысяч тонн дистоплива земледельцы региона получили по цене не более 171 тенге за литр. Однако даже не деньги играют решающую роль в уборочной кампании. Урожайность хлеба уже снизила засуха, а дожди в августе и сентябре могут ухудшить его качество.